Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема «И братья его не веровали в него. Диалог Христа с братьями». Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 1 по 13 стихе. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить его», говорится в 1 стихе 7 главы. «После сего» речь идет о том, что описываемые в 7 главе события произошли уже после беседы Господа Иисуса Христа в Капернаумской синагоге и беседы с учениками. «Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить его». Это было уже совершенно очевидно, что Иудеи хотят его убить. «Не идет в Иерусалим, а ходит по Галилее». Впрочем, возможно, была еще одна причина, вторичная, но ее тоже стоит указать. Климат Галилеи очень располагал и даже сейчас располагает к слушанию духовных бесед. Поэтому, конечно же, для Господа Иисуса Христа, который хотел донести до Иудеев свои речи, «Галилеяне» представляли собой этнически такое же еврейское население, какое было и в Иудее. И сейчас это продемонстрировано на основании археологических раскопок в Галилее. Таким образом, и там, и там евреи. Но в Иудее хотят Господа убить, и поэтому он учит и проповедует на севере Палестины. Второй стих. Приближался праздник иудейский – поставление кущей. У иудеев в тот период было три самых важных праздника. Первый – Пасха, второй – Пятидесятница и третий праздник – праздник кущей или праздник палаток. Третий праздник был посвящен хождению евреев по пустыне перед тем, как они вошли в землю обетованную. Поэтому на данный праздник, который продолжался семь дней, иудеи старались с паломничеством пойти в Иерусалим, и там ставили палатки на улицах, иногда даже на крышах домов, на каких-то площадках, и в течение семи дней жили в палатках. А богослужение в храме Иерусалимском в течение этого праздничного периода имело свои особенности. Третий стих. Тогда братья его сказали ему, тогда, ввиду приближения праздника кущей, «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь». Братья его предлагают ему идти в Иерусалим не потому, что они хотят его смерти, но потому, что сами не могут определиться, кто же их родственник. Действительно, Машех, Мессия, Христос или некий раввин, который себя только выдает за такового. Понятно, что речь идет о сводных братьях, но среди них были и люди весьма выдающиеся, как, например, Иаков, будущий предстоятель, настоятель общины христиан Иерусалима. Итак, они предлагают ему идти в Иерусалим на праздник кущей, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Речь, конечно, идет не о ближайших 12 учениках, а о учениках в широком смысле, чтобы те, кто остался в Иерусалиме и в Иудее, и считают тебя своими учениками, чтобы они, видя все больше и больше твоих чудес, все больше и больше веровали в тебя. Четвертый стих. «Ибо никто не делает чего-либо втайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Подчеркивают, что обычно политические деятели, а именно политическим деятелям они ожидали увидеть миссию, обычно политические деятели стараются завоевать популярность среди народа. Чтобы это сделать, тебе необходимо идти в Иерусалим. Пятый стих. «Ибо и братья его не веровали в него». Говорят так, потому что сами до сих пор не имеют глубокой веры в него, как в истинного Сына Божия. Даже и не верят, видимо, в него, как в Машеха. И вот эти слова евангелиста Иоанна «Ибо и братья его не веровали в него» являются, по сути дела, иллюстрацией известного принципа «не бывает пророк без чести, кроме как в своем Отечестве». Эти слова, эта фраза будет произнесена в Евангелиях в другое время и в другом месте. Но смысл, конечно, именно таков. Очень часто родственники не ценят человека в той степени, в которой его могут ценить другие. И очень важно, что Господь Иисус Христос, избирая в себе двенадцать ближайших учеников, не избрал никого из числа своих сводных братьев. Шестой стих. «На это Иисус сказал им, мое время еще не настало, а для вас всегда время». Если мы читаем по-русски, то, к сожалению, пропадает та изюминка, тот смысл, который имеется в греческом тексте. Потому что у нас ограниченный лексикон для указания на разные оттенки смыслов, связанных с понятием времени. А в греческом языке есть разные термины. Из них основных терминов два. Первый термин указывает на продолжающееся или длящееся время, на линейное время. Это термин хронос. Хронос – то время, которое течет. Но иногда в какие-то моменты хроноса наступают определенные события, которые требуют реакции отдельных конкретных людей. И вот такой момент в греческом языке называется термином «кэрос» или в другом произношении «кайрос». Причем этот термин предполагает, что именно требуется от какого-то человека действовать, решительно проявить себя в тот или иной момент времени. Поэтому не всегда термин «кэрос» имеет положительный оттенок. Это может быть и время испытания, время скорби, когда от человека требуется мобилизация всех его сил и способностей. Но очень часто этот термин имеет положительное значение, как благоприятный момент. То есть та ситуация, когда человек может не только себя раскрыть положительно, но и что-то важное сделать. В Священном Писании Нового Завета чаще всего термин «кэрос» употребляется именно в позитивном смысле. Однако здесь, как мы с вами видим, термин «кэрос» имеет классическое для древнегреческого языка значение. Потому что, когда Господь Иисус Христос пойдет в Иерусалим, действительно, это будет решающий момент не только в его общественном служении, но и в человеческой истории в целом. Он взойдет на крест, он принесет себя, он будет страдать, он умрет, но после этого воскреснет и избавит нас от греха, проклятия и смерти. Таким образом, его время будет временем испытания для него и великого благодеяния его для нас. Его время еще не настало, его благоприятный момент, или лучше перевести так, решающий момент еще не наступил. А для вас всегда благоприятный момент. Почему же для его неверующих братьев всегда благоприятный момент? Седьмой стих. Очень интересно, что здесь Господь Иисус Христос своего рода одушевляет падший мир. То есть мир, как совокупность людей, избравшие грех, зло, порок, ненавидят Господа Иисуса Христа. Ненавидят его, потому что он обличает их злые дела. А неверующие братья никак себя не проявляют на духовном поприще. Поэтому мир их и не ненавидит. Эта тема, когда падший мир начинает ненавидеть верующих, прозвучит еще и в другой раз, когда Господь Иисус Христос говорит, что если бы меня мир любил, то возлюбил бы вас. Но как мир ненавидит меня, то поэтому он ненавидит и вас. Восьмой стих. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Опять стоит термин «кэрос», мой решающий момент еще не наступил. Но вы, раз желаете быть прилежными иудеями, пожалуйста, идите на праздник кущей. Девятый стих. «Сие сказав им, остался в Галилее». Десятый. Но когда пришли братья его, не совсем точный синодальный перевод. В греческом тексте постоянно, если речь идет о восхождении в Иерусалим, а Иерусалим же находится на возвышенности, используется греческий глагол «анавено», то есть восходить или подниматься. Поэтому в греческом тексте, но когда взошли, имеется в виду в Иерусалим, братья его на праздник, тогда и он пришел на праздник неявно, а как бы тайно. В ряде греческих древних рукописей «как бы» отсутствует, поэтому можно читать иначе. А он пришел на праздник неявно, а тайно. Действительно, вначале он приходит тайно, но только после этого себя раскрывает. Одиннадцатый стих. «Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он?» Таким образом, мы можем сделать вывод, что иудеи действительно ждали его, интересовались, когда придет Иисус Равин. Двенадцатый стих. И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, что нет, но обольщает народ. По-гречески стоит тот термин, а именно «гонгесмос», «ропот», «недовольство», «жалоба», которым евангелист Иоанн Богослов прежде описывал реакцию иудеев в Капернаумской синагоге. То есть, можно перевести так, «и много было недовольства», «ворчание» о нем в народе, в толпах, потому что стоит соответствующий греческий термин «энтис охлис», «в толпах», «не в народе», «в неорганизованной толпе». Одни говорили, что он добрый, другие, что обманывает народ. Тринадцатый стих. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Святитель Иоанн Златоуст отмечает, скорее всего, хорошее об Иисусе Христе говорили простые люди, а то, что он обманывает народ, говорили начальники. Ибо, как замечает святитель, очень часто те, кто имеют власть, кто находятся наверху, кто управляют другими людьми, именно эти в первую очередь готовы лгать и клеветать. Поэтому, возможно, что народ действительно считал Господа Иисуса Христа добрым, но начальники настаивали на том, что он вас, толпу, обманывает. Однако все эти разговоры были разговорами, как мы сейчас скажем, кулуарными. Это было шептание, шушуканье, ибо боялись иудеев, боялись начальников, боялись высказать свою точку зрения. И вот именно в этой обстановке, когда неверующие братья, когда ропщущий народ, Господь Иисус Христос, пришедший тайно, себя являет и беседует с иудеями. Но это уже тема другого рассуждения. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...